Доклад Доклад назывался I'm so sorry Как продукты по информационной безопасности, в частности C-Cops продукты, делают уязвимее наши информационные системы И в целом он был про то, что давнишняя уже методология Zero Trust, когда мы не доверяем ничему в нашей инфраструктуре Почему-то еще не добралась, казалось бы, до очевидных вещей, до C-Cops продуктов То есть они все еще используют устаревшие алгоритмы, как подключение к конечным устройствам, так и аутентификации шифрования И это совершенно непонятная парадигма, она должна быть каким-то образом изменена Потому что уже целая куча кейсов in the wild, когда компании ломают через устройство безопасности И тут нужно фокусироваться на том, что мы не должны доверять не только администраторам или нашим устройствам Мы не должны доверять вообще чему бы то ни было, в частности сканерам уязвимости, продуктам по инвентаризации И в том числе с UR-системам, которые мы, например, разрабатываем Поэтому наш подход это то, что независимо от того, какой узел сети будет у вас скомпрометирован Вся организация не будет затронута IT идет немножко быстрее, чем ИБ, там кто-то говорит про два года, кто-то говорит про пять лет И поэтому люди не смотрят ретроспективно на алгоритмы, на всякие способы взаимодействия Они выкатывают какой-то продукт, который брендово называется там New Anti-APT, что-то там под капотом Machine Learning и все такое Но банальные вещи аутентификации, банальные вещи вот этого Cyber Resilience Они, к сожалению, в многих продуктах не соблюдаются Каждой компании, если она хоть немного заботится о своей информационной безопасности Стоит внедрить там и мультифакторная аутентификация и сегментация сети И доскональное изучение того, что, например, Microsoft советует в области обеспечения информационной безопасности Active Directory Это недорогие вещи с точки зрения имплементации Проблемы начинаются в связи с Legacy-системами Когда у нас бизнес говорит, что мы не будем обновляться, потому что наша core-система работает только на 2008-м сервере И тут нужна коммуникация, нужны взаимодействия с, в том числе, и бизнеса, и IT-подразделениями И это очень важно, потому что донести, почему не должно быть XP в вашей системе Донести, почему нельзя уровень леса держать на 2008-м серверах Это очень важно, и это то, на чем стоит фокусироваться Не надо быть человеком в высоком замке, безопаснику, и смотреть в свой CM и не общаться больше ни с кем Общение и вот это вот итерационное улучшение всех узлов и всех сетей То есть отключение NTLM, отключение SMB, отключение RPC Это все можно сделать, это все можно постепенно сделать поверхность атаки незначительной Я на Pahodays уже много лет, насколько я помню, с 2014-го я не пропускал ни один Но я первый раз в качестве спикера, и это, конечно, очень так волнительно Потому что для меня Pahodays всегда отличался от других событий в сфере информационной безопасности Именно благодаря вот этому плавильному котлу Когда ты заходишь в соседний зал и понимаешь, что здесь люди прямо хачат, прямо по хардкору И вот это отрезвляет, это говорит о том, что я действительно занимаюсь нужными вещами И моя работа будет нужна и полезна еще не один десяток лет Все осталось так же достойно, как и всегда Потому что остался хардкор, стало лучше с организацией Стало более вольготно дышать Поэтому только лучшие пожелания, только оставаться на той же волне Позитив, круто